Добрый вечер! Мы начинаем нашу еженедельную лекцию. Мы сейчас находимся между Рошашаной и Йом-Кипуром. То есть мы сейчас находимся, это называется Асера Семей Чува. Десять дней раскаяния, покаяния. Они начинаются в первый день, это Рошашана, и заканчиваются в десятый день, это Йом-Кипур. И на самом деле слово Чува обычно переводится как раскаяние, покаяние, дословный перевод слово Чува – это возвращение. И учитывая, что мы находимся прямо посередине этого десятидневного периода времени, я хочу посвятить наш урок именно вот этому понятию Чува. Возвращение, раскаяние и так далее. На самом деле, где-то, примерно полторы недели назад, есть намек на эту митцву. В Торе написано так, если вы посмотрите, это 30-я глава книги Дворим, там написано, что митцва – это, не написано, какая митцва. Эта митцва недалека от тебя, и не надо на небеса лезть. И там в конце написано, ты можешь в твоем рту, как бы, ты можешь это своим ртом делать. Была вовха своим сердцем, ты можешь это делать. То есть очень легко, очень простая митцва. И наши мудрецы, есть небольшой спор, про какую митцву мы говорим. Это что, что самая простая митцва, так просто все. И многие мудрецы говорят, что это митцва – это что вам, раскается. Многие, я не знаю, кто меня слушает, могут, как говорится, не до конца поверить в это. Ну что, значит, такая простая митцва, ну что, расплюнуть, да? Раскается, стать хорошим, да? Это же нереально. Давайте посмотрим, как это тяжело, или это вообще тяжело. Теперь, есть разные проблемы, почему человек действительно так боится, раскается и так далее. Если вы посмотрите книжку Ехэскл, пророк Ехэскл, там написано, 33 глава, там написано, скажи им, то есть Бог обращается к пророку, и он говорит, что пророк обратился к евреям, скажи им, жив я, то есть я – это с большой богом, который говорит Всевышний, такие, жив я, это значит, как бы он клянется, точно так же, как по-русски, я клянусь своей жизнью, чтобы я так жил, да, так русский, по-русски так говорит, чтобы я так жил, это клятва, чтобы я так жил, раз ушел, не дай бог, если что-то не то, так, да? Если вы помните, Йосиф, когда он клялся, он всегда клялся жизнью фараона, да? Вы себе помните, когда он с братьями разговаривал, что жизнью фараона, жизнью фараона, правильно? Тут говорит Всевышний, понимаете? Всевышний клянется. Теперь представьте себе, я вам сейчас хочу рассказать историю. Я буду рассказывать историю, вы не поверите. Я вам скажу, нет, я честно, честно, вы же правдивая история. Ну, хорошо. Знаете, я хочу покляться, что это хорошее, что вы так переживаете? Если кто-то вам хочет что-то рассказать, то человеку, которому вы вроде бы доверяете. И потом еще, нет, я хочу покляться, что я клянусь, что это что-то, что-то, наверное, что-то, что-то такое расскажет, что мне тяжело в это поверить, правильно? Теперь если Всевышний нам что-то хочет сказать, знаете, Всевышнему мы верим, да? У него очень хорошая, у него хорошая история, да? У него, мы ему верим, да? И тут приходит Всевышний и говорит, вы, наверное, мне не поверите, я поклянусь. Вот так написано. Что же хочешь на Всевышний такое расскажет? Ну, такое сногсшибательное, что Всевышний должен поклясться. Понимаете? Давайте посмотрим. Мне уже само интересно стало. Скажи им, жив я, то есть я клянусь, слово Господа Бога, разве я хочу смерти нечестивого? Почему? Неужели вы думаете, знаешь, запугиваете? Всевышний накажет, Всевышний накажет, умрешь. Неужели вы думаете, что Всевышний действительно этого хочет? Только лишь возвращение нечестивого с пути Его. Я клянусь, что я хочу, чтобы вернулись ко мне. И Всевышний настолько боится, что вы, как бы ему не поверите, ну, прям таки. Всевышний поклялся. То есть, чува действительно, на самом деле, сейчас урок, говорит, столько начинается, но чува, это такая интересная вещь, что если мы сейчас глубоко посмотрим, действительно тяжело поверить. Но Всевышний говорит, поверьте мне на слово, я действительно хочу, чтобы вы раскаялись, чтобы вы вернулись, и давайте посмотрим, что же от нас, что же от нас требуется. Первая причина, которой человек, человек думает, что это как бы не для меня, ну, знаете, в былые времена были другие грешники. Ну, там какой-то грешник, знаете, он во время молитвы там что-то забыл сказать, ой, как страшно, знаете, нам бы их не молитвы, да, нам бы их не грехи, да. Я знаю один, у меня знакомый есть, он стал религиозный уже, ну, лет ему 40 было. Так он своим детям говорит, вы знаете, я в вашем возрасте в синагоге не разговаривал. Он вообще снова у них один, да. Так он, я синагогу не знаю. Давайте нам бы их не грехи, да. Так я вам расскажу интересную историю. Гимора в Гитин, Талмуд в Гитин, приводит, там несколько страниц, очень печальные страницы, на самом деле их учат 9 авата, печальные страницы еврейской истории, когда разрушали храм. Первый, как был разрушен храм, второй был разрушен храм. Приводится во времена первого храма, первый храм разрушила вавилонская армия. Теперь написано, что когда вавилонская армия вошла в Иерусалим, так их, там у них был генерал, его звали на Возраду. И на Возраду увидели, что посредине храма, там как бы бьет источник крови. Что-то такое, как-то странно. Что-то такое, так евреи сказали, ну, понимаете, тут у нас храмы, там режем козлов, баранов. И, наверное, разлилось. Ну, что-то было подозрено, потому что оно, как источник крови, что. Он привел, сказал, принесите мне барана. Зарезали барана, видно, что другой цвет, кровь не та. Он сказал так, ну, рассказывайте, что здесь произошло. И они рассказали. Евреи незадолго до этого закидали камнями пророк. Был пророк Захария, на самом деле было два пророка Захария. Один более знаменитый, у меня знаменитый. В любом случае, евреи в Йом-Кипур, это печальная страница нашей истории, евреи в Йом-Кипур закидали пророка камнями насмерть. И его кровь, это произошло в храме, в храме в Йом-Кипур, евреи закидали его камнями, и его кровь как бы не успокаивалась. На возрадом генерал сказал, я его сейчас успокою. То есть он как бы злой, да, на еврейский народ. Вот, пожалуйста. Он вызвал Санедрин. То есть 70 главных мудрецов, он их зарезал прямо вот там вот. То есть он думал, как бы успокоить, ну вот, ты обиделся на Санедрин. Вот. А кровь не успокаивалась. Тогда он принес другой Санедрин. Кочень, гемора приводит. Он убил несколько сот тысяч людей. Там гемора приводит сначала, он этих зарезал, потом он этих убил. Там, в конечном итоге, цифры, которые в гемора приводятся, сотни тысяч. А кровь не успокаивалась. И тогда на возрадом, кстати, гемора его называет, Сара-то-бог, его называют немножко там, можно перевести как мясник. Теперь можете понять, почему. И он говорит, обращался к этой крови, говорит, Захария, ты что хочешь, я всех вырезал. Что ты хочешь? И кровь успокоилась. Кровь успокоилась. Потом гемора говорит, чем я это все рассказываю. И потом, этот на возрадом, который только что, ну, я не знаю, наверное, не своими руками, убил сотни тысяч людей. Он подумал, смотри, тут одного еврея убили. Какая была злость, сколько всего из этого произошло. Я тут только что убил сотни тысяч, что теперь со мной будет? И тут, от чего все это я рассказываю? Он раскаялся. Он написал письмо домой, завещание. Он сказал, что до свидания. И он принял ги-юр. Он убежал и принял еврейство. Он стал гером. Он стал евреем. Представьте себе, представьте себе, опять-таки, это на самом деле не такой хороший пример. Представьте, что Эйхмана, поймали Эйхмана израильтяне, приблизили в Израиль, а вместо того, чтобы он сказал, вы знаете, мне такие страшно. Я хочу стать евреем. Я хочу раскаяться. Между прочим, почитайте историю, ему перед смертью предложили, ну, исповедоваться перед каким-то христианским священникам, он сказал, он сказал, он, между прочим, махш мой, проклятое его имя. Но на Вузрандом, он сказал, вы знаете, я такие, осознаю свои ошибки, примите меня в удаизм. И его приняли в удаизм. То есть, его чувство было принято. Тебе, не ей написано, как он был наказан, что он был наказан, что потом дальше произошло. Я не знаю. Такой человек, его приняли, его рассказания приняли. Еще интересная история, к которой мы к ней обринемся. Еврейские, точно интересно, мы говорим про нееврея. Это нееврей, который генерал. Тебе, был еврейский царь, был Минаши. Минаши, царь Минаши. Это, кстати, была тоже эпоха, первого. Это была эпоха первого храма. И Минаши написано, что он все, что можно было плохое сделать, он сделал. Там приводится к Емории, я не буду даваться подробностей, но он идолопоклонничество, он своего сына провел через огонь. То есть, он все, что можно было сделать, сделал. Потом его взяли в плен. Он попал в плен. И его, в прямом смысле, в словах, хотели сварить. И, знаете, ну, чтобы никому такого не было, когда припекло, его, что называется, припекло. И он начал молиться всем идолам, которые он знал. И не помогает. Потом он сказал, ну, на худой конец! Понимаете, человека варят в котле, в прямом смысле этого слова. В этом мире. И он говорит, ну, на худой конец я попрошу Всевышнего моих праотцов. Посмотрим, что он способен. Понимаете? Какой подход. И написано, что на небесах, опять-таки, я не знаю, что происходит, это на нашем языке, на небесах ангелы закрыли все окна. Опять-таки, не знаю, что там есть окна. Это образно. Чтобы его не услышали его молитву. Ну, потому что это же наглость. Человек всю жизнь занимался, а теперь он еще на худой конец. Закрыли все окна. Всевышний написано, как бы, вырвал подземный туннель. Кстати, на злобу дня. Он сделал, чтобы услышать эту молитву, и он был спасен. Мы наши были спасены. Теперь два интересных примера, что такое раскаяние. Понимаете, человек уже припекло, и Всевышний должен был сделать подземный туннель. Кстати, я сказал, на злобу дня. Наши мудрецы, интересно, что наши мудрецы приравнивают шуму к именно подземному туннелю. Я когда-то уже здесь рассказывал, когда, представьте себе, что сидит заключенный в тюрьме, и у него есть возможность убежать. У него есть возможность убежать. И он, какой-то дурак, не воспользуется этой возможностью. Даже если его, может быть, потом споймают. Не бери совершенно. Да? Ну, какой дурак, ну, вот тебе туннель, ты сидишь в тюрьме, почему не убежать? Так, опять-таки, в свете последних событий я начал думать над этим примером. Что значит, почему наши мудрецы? Может, наши мудрецы, когда они берут эти примеры, значит, они очень аккуратно выбирают именно это пример, как подземный туннель, убежать. Потому что человек, на самом деле, человек, когда он согрешил, опять-таки, не про нас будет сказано, человек, когда он согрешил, он сам себя посадил в тюрьму. Ему самим собой неприятно быть. Нормальный, здоровый человек, который хочет быть хорошим. И он знает, что он живет неправильно. Он живет не так, как надо. Ему самим собой неприятно жить. Но от себя же не убежишь. Знаете, знаменито, что когда собака бегает своим хвостом, да, и не может его споймать. А тут, наоборот, он хочет от себя убежать. Что люди делают? Люди забываются, люди пьют, курят, я знаю, что там делают. И так далее. Ему неприятно. Значит, он как бы сидит в тюрьме. И ему говорят, слушай, у тебя очень просто. Надо просто, вот, я оттуда, пошли, я тебе сейчас все расскажу. То есть, человек, опять-таки, тема этого урока, ни в коем случае я никого не подозреваю, что у кого-то какие-то грехи, кто-то, кто-то, урок для заключенных какой-то. Но у каждого человека есть вещи, которым неприятно. На любом уровне религиозности, нерелигиозности, человек вообще ничего не соблюдает. Но есть вещи, которым неприятно, что он так живет. Хотелось бы жить лучше. Вы всегда слышите в знаменитые выражения. Вот если бы я родился второй раз, вот если бы, вот если бы все было бы заново, ой, моя жена здесь не слышит, нет? Да? Вы все слышите всякие истории, да? Я где-то недавно вычислил, что Эйнштейн сказал, хотите верьте, хотите нет, что если бы он заново родился, он бы был слесарем. Окей, я не знаю, почему он был слесарем, я так вычислил. В любом случае, так здесь не надо заново рождаться. Всевышний специально придумал вот эту заповедь, придумал вот этот туннель, которым надо просто воспользоваться. И теперь, почему, я просто напоминаю, вот эти 10 дней называются 10 дней раскаяния. очень интересно, что написано, что если человек выброс Шошону, его как бы непонятно, куда его записать, в хорошую книгу, не в хорошую, так Рам вам говорит, что если человек, например, уже готово, ну, записать, к сожалению, не в хорошую книгу, если он раскается, все будет хорошо, если нет, так многие комментарии задают вопрос, я не понимаю, что еще хорошее, плохое, значит, у него, например, чуть-чуть больше грехов, чем хороших вещей, так и сделай, иди на Генфелин, иди скажи вверхат Амазон, сделайте несколько комиссий, у тебя исправится счет, не поможет, потому что, знаете почему, одна из причин, потому что если у тебя есть возможность отсюда все убежать, представьте, если человек сидит в тюрьме, у тебя есть возможность отсюда убежать, а он мне стоит начинает давать, ну, вы знаете, можно сократить место прибыли, если 25 лет, дайте мне лучше 20 лет, давайте договорить, ты же можешь убежать отсюда, так сейчас мы находимся вот эти 10 дней, сейчас я расскажу, куда бежать, подождите, но мы сейчас, вот эта возможность, человек может уйти отсюда, и человек не должен говорить, что я вот, не для меня, вы знаете, это не для меня, чтобы подтвердить, что это нельзя так говорить, не для меня, если интересно, Геморру, Геморру говорит, что такое полное рассказание, Геморру приводит, что на самом деле, как человек может знать, что он полностью рассказ, Геморру говорит, что, допустим, кто-то, не дай бог, с какой-то женщиной согрешил ему я приводит что если он попадет в такую же ситуацию та же женщина в том же месте и в то же время и он не согрешит теперь знаешь он действительно исправился я все комментарии ни в коем случае это не делать нельзя себя ставить такое ну такое положение но если уж так случилось и он сдержался теперь он знает что чисто где-то шаги морган очаги морган та же женщина то же время то же место таких на хасидская книга шомер и мун знаменитым в лучшем знаменитым лет 70 назад жил в израиле он головы может по-другому таки может читать та же женщина уж многие люди говорят но я не могу моя жена я не могу исправиться я знаю реально человека с ним два дня назад говорил я ему говорю не важно как его зовут но что с кашрут он считает что он верующий он более-менее все соблюдать но кашу 0 я могу знаете ну как это такой так знаете десна я вам сказал давайте может перейдем кипа дать я буду еще один солом говорить ягод знаете может как-то с кашу это ну вы знаете у меня жена моя жена так наши не морган говорит вот с этой женой то другие время говорят я уже не в том возрасте понимаете я уже не в том возрасте это же если я был в этом возрасте вы знаете они там родился если я родился бы в израиле вы же знаете где мы родились мы все и в этом месте и не морган нет вот и со своей женой вашем возрасте вы можете раскаяться то есть человек может 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 и должен раскаяться теперь возможно еще одна проблема я сейчас потенциальная проблема почему вот почему не сработает я еще одна проблема это действительно серьезная проблема есть грех есть грех между человеком и богом например простой грех давайте классический пример человек забыл какую-то мицу сделать человек покушал и не не сказал написано в седуре приводится молитва после еды сейчас покушал хлеб и забыл не сказал или даже не забыл специально ушел же грех значит он должен был поблагодарить бога за еду и ушел не поблагодарил такой выход из положения так проще просто на шуба если три вещи мы будем много это говорить есть три вещи в опять надо сожалеть о прошедшем надо сказать что я грешен очень важно надо сказать это сейчас будет ян кипур мы будем говорить за грех за грех на таки сказать и на будущее взять на себя обязательно больше такое делать не буду и все то есть и все эти три вещи надо легко запомнить было есть и будет было мне стыдно что было сейчас я говорю что я виноват и на будущее это делать не буду если помните с чего я начал наш урок что это миссо очень простая миссо это в вашем рту вашем сердце делать это те же самые слова рот вы должны сказать что вы согрешили сердце вам неприятно и делать вы так больше делать не будете или наоборот вы да будете ты человек человек согрешил поговорил с ашемом договорились но что если человек у кого-то что-то украл не про кого-то сказано что если человек кому-то нанес материальный ущерб тут написано во всех книгах пока тот человек вас не прости вы с богом вы не вы не только бога обидели кто-то в детстве не не совсем детстве по юношестям так вот там разбил стекло и дело теперь будет искать этого человека которому разбил стекло сколько с тех пор что где когда из другие грехи кто-то кому-то что жизнь испортит кто-то что может быть и то везде приводится что и пока вас не простят ничего не помогает уже теперь дело так приводится ходе слова сходит слова вас один из классических комментарий который был бизнес 700 лет назад причем было бизнес по-арабски но потом перевели на иврит то есть это основы еврейской этики все все всех вещей у него целая там глава про вот этот шума и он говорит если человек искренне помолиться богу он сделать все что в его руках все чтобы его рука то есть он попытается найти этого человека кому он нанес ущерб например и он не может он его найти ну где я теперь буду его искать или бывает ситуация не дай бог человек уже не в этом мире не с кем разговаривать или человек то есть ну нету возможности если человек взял все что в его силах всевышний сделает что или тот человек вспомнит и простит или написано что человек вернет его или он встретит вы делаете то что в ваших руках всевышний говорит а я сделаю все остальное опять таки мы не хуже чем мы наши мы не хуже чем эти грешники и сначала сделать все что в руках искренне понимаете это самое здесь очень много интересных анекдотов когда да когда бинович что вы будете делать все знают что бинович если вы выглядите вы выиграете миллион что вы будете делать ну расплачу с деньгами что будете с остальными делать но остальные пусть подождут да так у нас тоже я всех прощаю кому я должен всех простил я снова таких шуток это не шутка то есть на полном серьезе если кто-то кому-то должен 1 доллар или 1 шекель или 1 рубль она просто так никуда не денется это как налоги если вы государство нужны налоги государство не забудет она 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 может как-то договориться но на них никуда не денется но здесь если вы искренне попытались сгладить эту проблему написано что всевышний вы помолитесь всевышним скажите слушай я готов я не могу или всевышний так сделаешь вы встретите чисто случайно понимаете чисто случайно встретить этого человека или он этому человеку в голову даст поле мне разбили окно ну его ладно он вопросе он вас простит ты всевышний вы должны сделать то что в ваших силах основной делать всевышний это следующий момент который человек опять-таки может может бояться вдруг вдруг это как бы не получится тут как же так но опять-таки я еще раз повторяю надо быть честно мы разговариваем со всевышним мы не в суде да вы как говорили оставь бендер вы не в церкви вас не обман правильно здесь если вы если действительно что сделать всевышний вам поможет следующий момент следующий момент очень интересный момент этот момент на самом деле намек на него это был во вторе автора автора который мы читали позавчера там написано это называется специально автора на шаббас скане шуба и там написано такая фраза кху и махэм дворим возьмите с собой слова и вернитесь к богу возьмите ты не понимаешь какие слова возьмите с собой кху и махэм дворим дворим это дословный перевод за слова и вернитесь к богу и комментарии говорят это пророк ашея говорит на самом деле многие пророки пытались евреев как вывернуть к богу и чува и чува но тут написано комментарии говорят чтобы это пророк ашея лучше всех сказал он сказал что надо словам словами словами так если интересный метод же мне даже говорит что каин мы через неделю через две с половиной недели будем читать заново тоже да первой же главе сначала адам скушать уже не надо было кушать и потом каин убил гэбель теперь каин идет по улице и встретил своего папу адама а каин в таком хорошем настроении так адам его спрашивает каин ну что с твоим судом было каин же убийца да каин убийца он убил четверть населения земли если по простому учить и адам его спрашивает каин ну так вот тебя судили что что случилось каин говорит все в порядке каин в хорошем настроении я сделал чуву я раскаялся и мы договорились такое слово не спешарте шара это значит как можно договориться знаете как в суде иногда делают суде на самом деле иногда делаешь один полностью виноват другое полностью право посредине такая сказал все порядке я сделал чуву мы договорились сказали никогда не догадывался не понимал что можно так раскаяться я там начал там чуть ли не псалмы говорить а там очень обрадовался когда мне мог понять что надо можно раскаяться что что в чем заключается диалог если еще один мэдрэш мэдрэш говорит это действительно сногсшибательно мэдрэша когда его видел затем много книжек книг за свою жизнь прочитал но тут интересно написано что когда бог спросил адама что что сделал так он сказал что жена который ты мне дала дал меня накормила я скушал так мэдрэш говорит это слово я скушал можно понять скушал можно сказать кушал там охал так написано что я вам перевел я съел но можно понять как кушал так мэдрэш говорит знаете что там сказал я скушал и буду кушать адам напрямую об этом адам говорится все выше так мы даже сказывает представьтесь поймали хулигана родители у него шоколадка да что случилось ну я съел пол шоколадки ну ну что сказать правду скажи правду я вторую половину просто не успел папа ты уйдешь я ее съем мы говорим адам адам первый человек мы говорим адам и решим это не 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 анекдоты про чукчу написано мэдрэш говорит всевышнему я скушал и так и буду кушать что как это понимать так есть книжка написала все до какой он говорит что что произошло с адамом просто смотрел правде в глаза адам смотрел правде в глаза он знал что капусту он уже согрешил один раз упомянул что он не может гарантировать что никогда больше грешить не будет и он понимает что я конечно могу честно честно пионерское но я скорее всего буду кушать и адам понимал так что же это за раскаяние такое это за раскаяние опять-таки в моем примере с этим ребенка которого споймали так он сказал я кайс я кайс кайс вы будете много жених ну кто в это верит да вот наше правительство там трамп с талибам договорился сели за стол переговоров расписались подписали договорились да у нас говорили сколько волка не корми да все равно в лес смотрят каждый из нас тяжело опять-таки это неоправдание ни в коем случае не думают вот мы слушали вчера урок по торе сказать что ничего страшного значит можно кушать да и тоже говорю мы сейчас несколько не даем кипуру мы берем тот же самый махзор и тот же самый список грехов и мы в прошлом году уже себя били в грудь и позапрошлом году били себя в грудь я скажу по секрету дай бог чтобы там дали хороший здоровый год будущем году без раташа с божьей помощью тоже будем кипуру и мы тоже что происходит когда мы решили думал как это сейчас не раскаяния я не могу вам ничего пообещать да пришел каин он встретил агама и говорим мы договорились каин так они полностью раскаялся не написано что каин сказал извините почитайте тогда каин там делу каина со всевышним каин что называется они договорились поэтому каин не был полностью прощен написано что каина сделал ему целую метку сделали что у него никто его не трогал но он остался живы более того я вам скажу большой секрет все мы здесь сидящие потомки каина наш дедушка потому что но я хожена наемы но и она была она была на их а жена она была прапрапраправнучка каина соответственно каин эти просто читаешь историю так интересно от хэбли ничего не осталось от каина рухаша да то есть он таки договорился он в итоге погиб это будет через две недели мы почитаем да так там приводится что каина тшува была засчитана не смотря на то что каина тшува была не до конца искренняя он просто договорился и адам и решал первый человек адам и решал первый человек когда-то осознал он понял что я могу дать называется раскаяние ты еще раз человек который хочет раскаяться и он не до конца если помните я начал наш урок поэтому раскаяни когда был в наши царь минаша который каялся его жарили у нас к на худой конец и опять-таки не сравнить понимаете это не то что так надо опять-таки не стране понять и сравнить один человек действительно такие раскаялся один человек раскаялся ему таки неприятно было он плакал у него там весь этот максор в слезах и он таки больше никогда это не делает ему таки неприятно ну понятно что его таки не сравнить его раскаяния и когда другой там пришел синагогу на пару минут заскочил синагогу на пару минут и а да да кида ну ну знаете ребята мне я спешу хотя я вспоминаю чисто случайно я не собрался рассказывать была история спросили риблияша был один из самых великих грабинов нашего поколения что была одинокая одинокая женщина кто ничего не соблюдал она полностью полностью ничего не соблюдала и она умерла и когда я пришлось хоронить так люди которые ну там организация которая занимается этим вещами они задали вопрос она если ничего совершенно не соблюдала полностью прорывательская жила так там у них была религиозность ну кладбище еврейское кладбище так возник вопрос можно ее даже хоронить на еврейском кладбище человек ничего не соблюдал теперь если есть люди не не пугайтесь есть люди которые не по своей вине есть люди которые же действительно родились не в том обществе она жила в израиле по-моему я не я не знаю она все знал не тоже знаете ее коммунизм и так далее она все знала я был наплевать на все это кто скажешь я можно вообще хоронить на еврейское кладбище риблияша спросил она на ем кипуру в синагоге было есть когда она зашла на час она на час зашла в ем кипурность и сын и богу на ем кипур доробляжа скал значит она не не полностью как бы оторвало свое еврейство заведи нас все-таки чувство себя еврейкой да и иначе иначе она еврейка на все можно хранить на себе чувствую если она себя чувствовала еврейкой если нам ее можно похоронить на еврейском кладбище опять-таки давайте жить цель нашей жизни это не для того чтобы быть похоронен на еврейском кладбище да да через сто двадцать лет что все было хорошо цель нашей жизни все-таки жить как евреи в этом мире да но мы видим что малейшее чувак малейшее раскроет один шаг когда человек делает просто говорит есть бывают ситуации когда человек на самом деле если вдуматься может быть ситуация когда у человека действительно он ну по простым законам он не может изменить свою жизнь человек например чек полностью уже сколько лет он также у него семья дети и не все дети еврейской национальности не вся семья да и вот ему неприятно теперь он не может понимать он не может как на возврат вот этот генерал все бросить убежать понимаете не все на этом уровне но сам факт если придет в ем кипур если еще и поститься будет в ем кипур то есть человек пришел в ем кипур и человек чувствует человек говорит что я мне неприятно чем будет всевышний бы сказал еще попросил более того это еще не упомянул есть такая вещь называется хотеть хотеть что-то значит есть есть одна 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 ступенька я хочу быть хорошим я хочу быть хорош я хочу все соблюдать я хочу соблюдать кашрут я хочу соблюдать субботу я хочу чтобы у меня была еврейская семья и я хочу другой человек я скажу все правильно меня устраивает моя диета если честно сказать и моя семья и все правда неприятно что-таки знаете хотелось бы хотеть ты на самом деле я настолько погружен во всю эту грязь скажем я уж прям таки спать не могу когда что-то не то скушаю или согрешу я к сожалению это уровень но это тоже мне неприятно что я настолько сожалению оторван от всего что мне уже даже это считается если хочет на яви на ровадой ровада хотеть хотеть даже желание хотеть уже считается первый шаг в правильном направлении то есть даже это считается тем более чем действительно хочет быть хорошим теперь если что я должен не забыть самое главное сказать опять-таки это программа минимум то То есть в идеале человек должен максимально исправить все свои ошибки. То есть просто хотеть, на одном хотеть, понимаете, через 120 лет человек туда попадет. Он говорит, так бы хотели вам дать рай, так бы хотелось вас послать в рай. Ну, мы очень хотим, да? Понимаете? То есть, конечно, если у человека есть возможность, желание, он должен стараться, он должен молиться, он должен попросить Бога, должен силы исправиться. Но никогда нельзя говорить, что, а, зачем начинаете, даже ничего не получится. Нельзя так говорить. Теперь возникает вопрос, вы все слушаете этот вопрос, действительно, как это, настолько все просто. Как-то прям-таки каждая мелочь. На самом деле, если то, что в самом начале я сказал, что такое чува, я сказал, что раскаяние. Но если дословно перевести, это возвращение. Потому что на самом деле, куда мы возвращаемся? Любой еврей, любой еврей, который пришел в этот мир. На самом деле, у него чистая душа, он хороший. То есть, у него какая-то презумпция, он хороший-хороший человек. Теперь, может быть, из-за того, что он туда попал, может быть, потому что он по глупости своей, он себя испортил, испортил, испортил. Но на самом деле, он уже хороший. Так, если, понимаете, если человек полностью хочет себя изменить, то это тяжело. Если человек хочет вернуться, вернуться значительно легче. Полностью сделать из себя другого человека, это значительно сложно, да? Да? Конечно, труд сделал из обезьяны человека, ну, вы же понимаете, да? Но это таки очень тяжело. Но если человек, он таки человек, да? Он теперь должен вернуться. Так, как я уже упоминал здесь это высказывание мудрецов. Если вы сделаете отверстие в своем сердце величиной с ушкой иголки. Маленькую дырочку. Вы действительно хотите быть хорошим? Всевышний все, 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 все равно Всевышний сделает. Но надо сделать первый шаг. И поэтому, давайте в двух словах, в двух словах повторим все эти законы нашего урока. Началось, мы начали с того, что в Торе написано, что это очень простая митцва. Митцва раскаяния, возвращение. Написано, что это очень легко. Это прямо сказать, почувствовать и сделать очень легко. Потом я вам привел, что Бог поклялся, что оно таки работает. То есть, насколько это неубедительно, тяжело в это поверить. Как это действительно? Оно работает. Я хочу, в этот момент я, кстати, упустил. Я не говорил, можете прокрутить заново мою революцию. Я не говорил, что все вот эти мини-мини желания, это полностью освобождает от наказания или от чего-то другого. Это не значит, что, знаете, человек всю жизнь жил, как попало. И грешил. А потом понаворовал. А, очень бы хотелось. То есть, ему, если вы помните, Каин, он договорился со Всевышним. То есть, они, ну, знаешь, что все прям таки... Может, нечестно будет. Потому что, получается, один человек, бедный, всю жизнь страдал. Да. Он это не кушал, это не кушал, то не кушал. А это все кушал. А, знаете, хотелось бы. Понятно, у них рай будет, ну, по-детски сказано, наверное, не одинаковый. Но большая разница, человек, который хотел, то есть, человек, который уже приходит после всей этой жизни и говорит, что я хотя бы хотел, мне неприятно. Это совсем, как бы, совсем другой человек. Вернемся, извините, я отошел немножко тем. Так еще раз, человек может вернуться и Всевышний клянется своей жизнью. Конечно, образно, что это клятву. Вы, наверное, не поверите. Всевышний хочет, чтобы действительно человек вернулся. Наши мудрецы говорят, что есть подземный туннель. Я вам два примера привел. Один пример. Это Нувозрадан, который убил сотни тысяч. Нувозрадан убил сотни тысяч евреев. Его приняли в иудаизм. Он рассказывался, и он стал евреем. То есть, его чувство сработало. И царь Минаши, который на худой конец, когда его уже варили в котле, когда он уже все идола перепробовал, и ангелы не хотели, чтобы Всевышний его услышал. И, тем не менее, Всевышний принял его чувство. Еще одна, кстати, пример. Между прочим. Гемора говорит в другом месте, что евреи сделали золотого тельца. Тоже по этой причине. Одна из причин, почему как-то евреи сделали золотого тельца. Тяжело это понять. Одна из причин, чтобы никто не говорил, ну, мои грехи, это уже. Если еврейский народ сделал золотого тельца, и их простили, не простили. Вас тоже простят. То есть, нет такого греха, который Всевышний не простит. Нужно просто сделать первый шаг. Дальше я вам привел пример, что не надо приводить оправдание. Моя жена, мои дети. Написано, что вот с этой женой, вот в этом возрасте, вот в этом месте, человек может исправиться. А только захотеть. Даже если, я вам сказал, даже если это зависит от кого-то другого. Я кому-то должен деньги, я кому-то нанес ущерб. Ну, как же ж. Всевышний, вы должны Всевышнего попросить. Я готов, я действительно хочу стать хорошим. Всевышний все сделает. Он все этим займется. И даже если человек знает, что его раскаяние нечистосердечное. То есть, человек понимает, что в конечном итоге он не может гарантировать, что он не будет никогда больше грешить. Почему? Потому что, опять-таки, я вам привел пример. Адам Решон, первый человек, который напрямую, когда Всевышний его спросил, что же ты, что же ты делаешь? Он сказал, я буду кушать. И тем не менее, он своего сына научился, да? Что даже такое раскаяние, даже такое раскаяние, оно тоже принимается. Теперь, после этого большого выступления, что же такое раскаяние, покаяние? Вот эти три части. Это было, есть и будет. Во-первых, человек должен максимально сказать, что мне неприятно то, что было. Второе, это сейчас надо сказать, что я действительно грешен. Опять-таки, это тоже очень момент, который может целый урок построить. Разница очень большая между человеком, который начнет оправдание, это не я, это на самом деле по-другому. Это, понимаете, я просто магнитные бури, у меня было плохое настроение и так далее. Я ту самую вакцину мне дали. И другой человек, который прямо скажет, да, я виноват, мне так и неприятно. Наши мудрецы говорят, кстати, разница между царем Давидом и царем Шаулем. Царь Шауль, это первый еврейский царь, он ошибся. Он должен был убить всех амаликитянов. И он одного оставил в живых. И скот. И написано, что когда пророк Шмульна говорит, что же произошло, царь Шауль, значит, говорит, а, это народ, ему было жалко. Он начнет давать оправдание. И мы говорим про святых людей, не дай бог, царь Шауль, это был царь Шауль. Но, наши мудрецы говорят, это уже что-то было не то. Он не мог прийти на свою вину. Царь Давид тоже согрешил. У него была целая история с Батшевой, он согрешил. Но когда к нему пришел пророк, он сразу сказал, я грешен. И поэтому царь Давид, царь Давид, он такой основоположник, он такой основоположник династии Мошееха. Он прапраправнук Ягуды. Если вы помните, Ягуда, мы будем это читать через несколько месяцев. Когда Ягуда со своей невесткой, чисто случайно, сделали близнецов. И когда она ему сказала, что я забеременела вот это, он сразу сказал, да, это от меня. Он признался, он признался, что это была его вина. То есть первое, это тоже важный момент, что если человек знает, что согрешил, мы про Всевышнего говорим. Человек должен сказать, да, я понимаю, я согрешил. И на будущее человек максимально должен постараться, и все, что ему в возможности, на будущее постараться, этого, конечно, не делать. Теперь, даже если вы знаете, по какой-то причине, что вы чувствуете, что это невозможно. Не может такого быть. Даже если вы хотя бы первые два шага сделали, это уже что-то. Это, конечно, не полное раскаяние. Но это уже что-то. И человек, опять-таки, дай Бог нам, чтобы мы много-много лет жили, чтобы мы поменьше-поменьше, конечно, грешили. И человек, каждый раз, человек, мы растем. Каждый раз, человек поднимается на новую ступеньку, на новую ступеньку. Мы можем, те вещи, которые нам казалось, что невозможно это делать. Всевышний даст нам силы. Если Всевышний видит, что мы заинтересованы, он нам даст силы. То, что тут было написано, чтобы действительно только лишь возвращение. Человек действительно хочет, чтобы Всевышний даст нам силы. Человек даст нам, Всевышний, Всевышний даст нам с Божьей помощью, чтобы у нас действительно был хороший год. Чтобы нас, я надеюсь, чтобы нас всех написали в хорошую книгу, в Рожашону. И даст Бог, вот сейчас будет Йом-Кипур, чтобы нас действительно подписали нам, чтобы у нас был хороший год. Я, как я понимаю, что никто не хочет Сейчас целый урок еще слушать Законы Йом-Кипура Потому что про искупление грехов Мы еще не говорили Поэтому, возможно, я дам целый урок Завтра отдельно Именно сами законы Йом-Кипура И пока что нам есть что обдумать Я всем желаю хорошего года Гмархсимов Симатоев И до встречи в эфире